Никто не разговаривает, тихо как. Расставание со Стасом не на такой большой период времени. Первый день отсутствия Стаса. Пятна. Пятна какие-то непонятные. Будет вот это... Вот это будет на камере. Здесь ты, где вообще Стас? Ну что происходит? Все, мне надо говорить. Да ладно, давай заново. По-нормальному. Стас у нас много поработал. И ушел в отрасль. Ну и все грустные, потому что Стаса нет. И всем грустно в цеху теперь стало. Стас у нас душа компании. Да, получается душа компании Стас. Много металлических всяких штучек. Всяких металлических. Все, все металлические. Ты что, не боишься, что тебя побьют? Как ногами майку надел? Никто не разговаривает. Тихо как-то становится. К счастью, расставание со Стасом не на такой большой период времени у нас. Обычно он там порядка двух недель отдыхает. А сейчас какая у нас главная задача? Главная задача вот тот налаженный режим работы, который у Стаса здесь есть, не поломать, не испортить. Чтобы все эти процессы продолжали работать так, как они работают. И, конечно, хотелось бы, чтобы не было никаких нештатных ситуаций, чтобы все шло вот в том порядке, как оно и настроено. И тогда эти две недельки пролетят очень быстро. Вот пятна. Даже чуть-чуть не уходит. Даже чуть-чуть не уходит. Первый день отсутствия Стаса. И у нас уже нештатная ситуация. Чего ты здесь показала, Галяр? Вот пятна. Пятна какие-то непонятные. Жирные, видать. Потому что здесь ковер по одному ощущается, а здесь вообще по-другому. Чувствуешь? По всему ковру они идут, эти пятна. В чем вопрос? Основная часть пятен убирается у нас вот здесь, в зоне первичной подготовки ковров, где Сергей работает разными типами пятноводителей. Эти пятна, видимо, были списаны на общую загрязненность, на то, что уйдет шампунем. Шампунь не берет. Пятна эти не реагируют. Они какие-то очень плотные, жирные. И сейчас есть несколько технологий, которые мы с Максимом попробуем применить. Добавим туда усилитель и попробуем с этими пятнами дальше поработать. Добавим туда усилитель и попробуем с этими пятнами. Добавим туда усилитель и попробуем с этими пятнами. Разматывай до конца. На этом ковре оверлок пройдись. На этой крайне? Да, 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 вот эту. Полностью покрыл? Да. Ну и вот, кстати, тот самый аппарат высокого давления, который мы получили несколько месяцев назад уже от производителя Greenworks для тестирования в условиях, в жестких условиях работы в цехе постирки ковров. И сейчас уже вот несколько месяцев в режиме ежедневного использования применяем вот в том числе для вот таких этапов. Работаем с оверлоком, работаем с кисточками достаточно эффективно. Ну и пока, как видите, оборудование в порядке. Работаем с оверлоком, работаем с оверлоком. Оказывается, мы без обученного и опытного Стаса сами по себе очень даже ничего справляемся. Взяли достаточно простой усилитель, пятна оказались не такие страшные. Сейчас вот до-после вам покажем. Хороший результат, отлично справились. Продолжаем работать в штатном режиме, рельсы уже проложены. Я думаю, что мы эти две недельки проживем как-нибудь без потери качества и без сложных чрезвычайных ситуаций в цехе. Работаем дальше. Где работает Сергей у нас с пятнавыводками? Блин, пиздец, что за крики нахуй? Давай заново, это же будет вот это. Ааа! Вот это будет на камере, блядь. Выключи.